Якутская земля Словно написанная на кинопленке, расскажет о том, как живет и трудится в наши дни советская социалистическая Якутия, одна из пятнадцати автономных республик, составляющих великое содружество, великую федерацию народов России. Первая глава нашей повести. Страна вечной мерзлоты встречает по-южному жарким солнцем. И как-то не верится, что это и есть Якутск, город, который лежит за шестьдесят второй параллелью, в зоне вечной мерзлоты. Сегодня большой праздник. Сорок лет советской власти в Якутии. Великий октябрь пришел сюда в пору жаркого лета в июле 1918 года. Советская власть, ленинская национальная политика коммунистической партии, открыла и для якутского народа дорогу к счастью. Революция растопила льды, сковавшей просторы Якутии. Теперь даже как будто теплее стало в этих местах. Ну, чем не Сочи? И вот, пожалуй, единственная приметная глазу мерзлота. Но не будем спешить. Спустимся вместе с инженером Института мерзлотоведения Академии наук Лукиным под землю. Мы в зоне вечной мерзлоты. Здесь лед не тает много тысячелетий. Температура минус три с половиной градуса. И так было всегда. Дни, годы, века. Доктор географических наук Граве поставил перед собой задачу. Сделать вечную мерзлоту союзниками человека. Эту работу возглавил Мельников, кандидат геолога минералогических наук. И вот вечный лед уже растапливают с помощью паровых игл. В кипящий грунт опускают железобетонные сваи, на которых будут воздвигаться каменные дома. Ведь прежде Якутск был деревянным. Когда вода снова замерзнет, она навсегда запует эти сваи в ледяную броню. Так в зоне вечной мерзлоты вырастают целые кварталы новых каменных зданий. А люди уже мечтают о подземных улицах, где даже при самых сильных якутских морозах все равно будет только минус три с половиной градуса. И о подземных спортивных катках в дни жаркого якутского лета. Субтитры создавал DimaTorzok